Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это первый гайд в шестой Циве. И решил я начать с районов, потому что это самая новая механика в этой игре. По ней больше всего вопросов на самом деле возникает. Вот я разобрался и готов всё рассказать. Итак, не считая центра, в игре всего 12 типов районов. У каждого района своя роль, только в нём вы можете строить здания, которые приносят вам вот эти определённые бонусы. В промышленном районе только на производство, в коммерческом только на золото и так далее, и так далее. Ну, правда, там есть некоторые такие общие, типа гавань. В гавани вы строите здание Маяк, пристань, которая даёт и производство, и еду, и золото. Так что, знаете, такие сбалансировано. Ну, всё ради баланса. Чтобы построить район, нужно выполнить два условия. Во-первых, исследовать или технологию, или Цивик, который открывает этот район. Район у нас открывает астрономия, религиозный район, письменность, научный район и так далее. Дальше Цивики открывают пригород, например, открывает урбанизация. Театральный район открывает у нас драма и поэзия. То есть, по-моему, в этом плане всё сбалансировано. Но самое главное, что влияет на количество районов, это жители города. Вначале, когда вы поставите город, вы можете сразу два района построить на самом деле. Но дальше каждые три жителя добавляют по одному району. То есть, от одного до четырёх жителей вы можете два района построить. От одного до трёх, извините, два района. От четырёх до шести три района. От семи до десяти четыре и так далее. В общем, обычная математика подсказывает нам, что если вы хотите в городе построить абсолютно все возможные районы, нужно вырастить город до тридцати двух жителей. На самом деле, нет. Двадцать шесть жителей требуется, чтобы построить все районы. Потому что для двух районов, ну, об этом чуть дальше, нету вот этого ценза в три жителя. По самым важным вопросам, которые постоянно мне задавали в комментариях, Район нельзя ни купить за деньги, ни за веру. Его можно только построить. Только построить и всё. Ускорить строительство можно вырубкой там лесов, вот этим всем. Но его всё равно надо строить. Если вы район разместили, то убрать его с клетки уже никак нельзя. Вообще. Поэтому вам надо заранее думать. Я не знаю, почему люди возмущаются этому факту. По-моему, очень правильно, как и нельзя, город было, например, в пятой цивилизации уничтожить, если вы его не так разместили. Район — это часть города. Всё, вы его разместили, он дальше у вас работает. Это, знаете, как всё равно, что, не знаю, там, Южная Бутова, блин, не там находится в Москве. Давайте его полностью всё снесём и в другом месте построим. Ну, такого не бывает просто. Так и здесь. Заранее думайте, как и где строить районы. И для этого, кстати, вот есть, появился новый замечательный инструмент — метки. То есть вы ставите центр города и используете метки для того, чтобы распределить, где ставить район. Например, вот я хочу тут район поставить. Видите, даже есть иконка района здесь. Вот тут я, например, какой-нибудь там индастриал хочу, да, район поставить. Вот я себе пометил, что вот тут у меня клетка для индустриального района. Ну и так далее, для всех других районов. Дальше. Районы нельзя размещать на стратегических ресурсах. Стратегические ресурсы — это вот железо, алюминий, лошади и прочее, прочее. Сейчас я вам включу на иконки ресурсов, чтобы было понятно. Вот, то есть на этом тайле нельзя разместить, на этом тайле, на этом тайле. Не получится. Но дело в том, что все эти стратегические ресурсы, они же не сразу видны, вы открываете технологии, они появляются на карте. Так вот, если вы разместили район до момента открытия ресурса, то ресурс вполне может под этим районом появиться, и тогда он будет считаться обработанным. Вполне такое вероятно, что вы открыли там уран, и бас, он у вас уже есть. Значит, на этом уране какой-то из районов стоит. Вы видите, тут селитра, да? Если бы я тут до открытия селитры поставил район, мне бы не пришлось строить шахту. С другой стороны, когда вы ставите район на клетку, то все, что эта клетка дает, оно уничтожается. То есть если вы ставите на лес, или там на тропический лес, или на бонусный ресурс, то есть на бонусные ресурсы можно ставить, на стратегические нельзя, на бонусный, там пшеница, какой-нибудь рис, там еще медь, какие там еще ресурсы есть, камень, то это все уничтожается, и вам ничего не дается. При уничтожении районом вот этих штук вам ничего не будет даваться. Если вы хотите на эту клетку, если я, например, решил на пшеницу поставить район, правильно будет прийти сюда рабочим перед этим пшеницу, собрать урожай, и только потом ставить район, чтобы не потерять вот эти ресурсы, которые они дают. То же самое касается и вырубить лес и прочее. Даже если я вот ставлю на пустой район, видите, вот этот район дает две еды и одно производство, то это все исчезает. Районы больше не дают никаких ресурсов, начинают они давать только тогда, когда вы в них построите здание. Тогда в районе начинают работать специалисты. Чем больше зданий вы построили, тем больше специалистов вы можете в этот район посадить. Но специалист будет давать только тот ресурс, который производит район. То есть коммерческий район будет давать золото, в данном случае один специалист будет 4 золота давать. Культурный район будет культуру давать, один специалист, 3 культуры. Научный район – науку, один специалист, 2 науки, по-моему. В культурном тоже один специалист, 2 культуры, а не 3, это я вам наврал. Сколько зданий вы построили, столько там специалистов можно будет посадить, и все. Но те ресурсы, которые были под районом, вот эти там, например, одна еда, одно производство, или 3 еды, 2 производства, 2 золота, вот как на овцах, все это будет уничтожено. Даже если тут построены какие-нибудь улучшения, то есть вот тут будет пастбище построено, все, загон для скота будет уничтожен в любом случае. Так что заранее я вам очень рекомендую заранее планировать постановку районов. У некоторых наций есть свои уникальные районы. Так вот, им повезло, они могут эти районы строить без оглядки на количество жителей. То есть вот, например, у Бразилии есть уникальный район «Уличный карнавал», который заменяет развлекательный комплекс. У Англии есть «Королевские доки», которые заменяют гавань и так далее. Там у греков есть «Акрополь», который заменяет театральную площадь. Эти районы вы можете, как только вы их открыли, сразу строить, и при этом они никак не будут влиять на количество жителей. За счет этого, на самом деле, получаются вот эти нации с уникальными районами, у них очень неплохой бонус к развитию. Потому что с одинаковым количеством жителей у них будет больше районов, соответственно, они смогут больше зданий там построить и получить больше бонуса. И в этом плане самая крутая нация – это, конечно же, Германия. Потому что мало того, что у нее один из самых крутых, уникальных районов Ганза, который занимает промышленность, то есть вы промышленный район за Германию, всегда в любом случае построить. Так еще и уникальная способность у Фридриха Барбароссы, а нет, это вообще уникальная способность просто Германии. Каждый город может построить на один район больше, чем обычно, то есть в зависимости от лимита населения. То есть в то время, как другие города, например, вырастая от четырех до шести жителей, могут построить три района, Германия может там построить четыре. То есть, грубо говоря, у Германии два лишних района есть возможность построить. Я вам рекомендую в сетевых играх Германию банить в любом случае. Это просто слишком крутой бонус. Вы не можете, вы там выбираете, бедняги, что построить – театральный район или военный, промышленный или религиозный. А немцы строят все подряд, им в кайф, при этом города у них совершенно небольшого размера. Еще надо учитывать особенности постановки районов. Бонусы от соседства немножко позже я расскажу, но важно знать, что некоторые районы не могут располагаться, где вам захочут. Так военный лагерь не может находиться рядом с центром города. То есть вы не можете его вот в соседнюю клетку поставить. Это правильно, потому что было бы очень сложно тогда город атаковать. То есть это такой баланс. Нельзя военный лагерь ставить, например, рядом с центром города. Акрополь – это уникальный район Греции. Поставить где-нибудь, кроме холма. То есть Акрополь должен быть обязательно на холме. Акведук обязательно должен быть рядом с городом и рядом с какой-то местностью, которая дает пресную воду. В нашем случае это река, оазис, гора или озеро. А не очевидно, один из самых частых вопросов, почему изменяется стоимость строительства районов. Вот это очень важно, и сейчас вам все это объясню. Вот, например, у меня есть город, где я могу построить аэродром. Видите, написано «базовая стоимость 60» производства. Но для меня его производство будет стоить 225 продукции. Кстати, еще забыл вам уточнить, что есть два района, которые как раз не влияют на количество жителей. Акведук и пригороды вы можете построить при любом количестве жителей. Даже если вы все остальные районы построить не можете, то есть вам надо набрать больше жителей, чтобы была возможность построить в Кнососе. Ну вот, видите, святое место, мне надо, чтобы город вырос до 19 жителей или больше. То есть у меня тут лимит жителей. Но при этом пригород я построить могу. Акведук я не могу построить не потому, что мне жителей не хватает, а потому что нету для него места как раз вот того самого, чтобы и рядом с центром, и рядом с пресной водой. Можно было бы его вот тут бахнуть, но тут уже другой район стоит. Вот если бы не было этого района, то акведук можно было бы поставить тут. Но нет. Так вот, пригороды и акведук можно строить при любом количестве жителей. При этом пригороды единственный район, который можно строить вообще бесконечное число раз. В одном городе вы можете пригородов сколько угодно бахнуть. Они просто увеличивают количество жилья. Поэтому не думайте, что вам пригород только один возможен. Все остальные районы в одном городе только в одном экземпляре возможен. Кроме пригородов. Пригородов сколько угодно. Так вот, почему изменяется количество производства необходимого для строительства всех районов? Как это вообще высчитывается? Базовое производство любого района на стандартной скорости 60. Кстати, в данном случае я играю на быстрой скорости, на сетевой. На сетевой, извиняюсь, на сетевой. Так что тут у меня базовое производство 30 на самом деле. Вот вы не смотрите, что 60. 60 это для стандартной скорости. На самом деле вот на этой скорости 30. Кроме космопорта. Космопорт для всех будет стоить очень дорого. На стандартной скорости 2000 производства. На быстрой скорости вот здесь видите 1000. На сетевой скорости 1000 производства. Ну в два раза все быстрее строится. Ну понятно, что скорость производства районов, она изменяется от скорости игры. То есть 2000 на стандартной, 1000 на сетевой. На быстрой скорости будет по-моему 1500. На эпической, там 4000 вот, например, для космопорта. Это все, я думаю, понятно. А вот то, что стоимость строительства района растет с каждой исследованной технологией, каждым исследованным цивиком, вот это было не очевидно. В общем, есть формула, она вот сейчас появляется у вас на экране. Вот такая формула. И важно понимать, что стоимость строительства района влияет только количество технологий или цивиков. Ни эра, в которой вы сейчас находитесь, ни стоимость самих исследований на строительство районов не влияет. То есть неважно, дешевые вы, если дорогие, только количество технологий или цивиков. Также не влияют эврики или вдохновение. То есть то, что у вас там технология не открыта, но наполовину заполнилась эврикой, тоже на стоимость районов не повлияет. Почему же я говорю постоянно или-или? Потому что, как видно в формуле, ну я объясню, слово floor – это функция, которая округляет число в меньшую сторону, а функция max, она выбирает наибольшее число из двух. То есть, как видите, сначала количество исследованных технологий делится на 67, и количество исследованных цивиков делится на 50. Потом из этих двух чисел выбирается максимальное. Оно умножается на 100 и округляется до целого числа в меньшую сторону. После чего умножается на 9, делится на 100 и прибавляется единица. Затем умножается на базовое производство. Вот в случае моей игры это 30, потому что я на сетевой скорости играю. В случае стандартной скорости это 60. И получившееся число опять округляется до целого в меньшую сторону. Предположим, просто для примера, вы хотите построить театральную площадь на стандартной скорости. У вас открыто 40 технологий и 30 цивиков. Значит, стоимость строительства района будет примерно равна 384 молоточкам. Легко посчитать, что максимальная стоимость постройки района при полностью открытом дереве технологии или цивиков на стандартной скорости будет 600 производств. Вот у меня открыто полностью технологии, соответственно, на быстрой скорости, на сетевой... Блин, постоянно путаю эти скорости. Будет 300 стоить. Открываем и смотрим. Вот аэродром. Ага, 225. Сейчас я объясню, почему. Но давайте откроем какое-нибудь другое. Тут тоже 225. Вот святое место. 300. 300. То есть это вообще на сетевой скорости максимальная стоимость производства района. Больше уже не будет. Если еще проще сказать, то на стандартной скорости каждая новая технология или новый цивик увеличивает стоимость строительства района примерно на 5-6 производства. Но математики, я думаю, видят по формуле, что на самом деле это не постоянная такая величина. В начале игры будет увеличиваться на меньшее количество шестеренок, чем в конце игры. То есть в начале там будет, знаете, 1-2-2-3-3-4. В середине игры на 5-6. А потом дальше все быстрее и быстрее увеличиваться. Это видео вышло при поддержке справочника и карты 2GIS. Кстати, 2GIS запустили собственный навигатор. Удобное ведение по маршруту и голосовые подсказки о маневрах теперь работают и в 2GIS. Разработчики просят делиться впечатлениями, ведь ваши отзывы очень им помогут. 2GIS, если быть точным. Почему же вот здесь аэродром стоит на 75 молотков и театральная площадь меньше, чем святое место? Вот это, кстати, причина, почему многие считали, что стоимость района зависит от того, сколько вы районов построили. Оно с одной стороны и так, а с другой стороны нет. На самом деле это зависит от того, сколько районов такого типа в среднем построили другие игроки. Понятно, нет? Если у вас меньше районов этого типа, чем в среднем у других игроков, то его стоимость уменьшается на 25%. Вот этот самый. То есть аэродромов и театральных площадей мои соперники в этой игре в среднем построили больше, чем я. Так как базовая стоимость 300 производства, 25% от 300 это 75. Вот и получаем, что аэродром и театральная площадь стоят нам 225 производства. Как только я построю столько же этих районов, как у моих соперников, то стоимость для меня сразу возрастет до 300. Думаю, вот теперь понятно. А когда вы играете, знаете, еще в середине игры, у вас вы и районы строите, догоняете, и еще технологии с цивиками открываете, и вам сразу кажется, что тут офигенно как увеличилась стоимость постройки районов. На самом деле, я вам сейчас объяснил механику, что происходит. Все зависит вот именно от этого. Я не очень, конечно, понимаю, как конкретно считается среднее количество районов. То есть, грубо говоря, вот в начале игры никто не построил еще ни одного кампуса, и только один человек строит кампус. Неужели для всех остальных уменьшится на 25%? Ну, вполне может быть, кстати. И в этом плане, возможно, правильнее ставить города в начале игры, а не спешить с постройкой районов. Потому что чем больше вы построите места, займете место для городов, потом вы сможете в них уже строить более дешевые районы. Вы меня можете, наверное, спросить, а если у меня будет больше районов такого типа, чем в среднем у игроков, у меня их стоимость на 25% увеличится? Нет, нет, она будет просто 100%. Работает только, когда у вас меньше. Только, когда меньше, тогда у вас стоимость на 25% меньше. Кроме того, стоимость постройки уникальных районов, опять же, для наций уменьшена вдвое. То есть, если на этой скорости я, как Египет, строю театральную площадь за 30% производства, ну, в начале, когда еще ничего не открыто, да? Грек уже стоит на 15% производства. Ну, и, соответственно, в формулу для него, для театральной площади, для Акрополя, вставляется 15% производства. Вот там вот в множитель, а не 30%, как для всех остальных на этой скорости. Интересно, что стоимость строительства определяется только тогда, когда вы размещаете район. И в дальнейшем не изменяется. То есть, имеет смысл поставить город. Если вы уверены, что у вас скоро много технологий откроется и так далее, то вы можете сразу в нем два района, как минимум, поставить, но не строить их. И тогда для этого города стоимость этих районов останется именно такой, какой было на момент постановки районов. Кстати, можно вот посмотреть, зайти в этот город. Тут остается количество продукции в тот момент, когда строились. Вот видите, у меня коммерческий район обошелся в 57 продукции. Развлекательный – 139. Военный лагерь – 100. Кстати, можно понять, в каком порядке я строил районы в этом городе. То есть, я первый построил коммерческий район, военный лагерь, потом, видимо, кампус, потом развлекательный, потом индустриальную зону. Но и здесь акведуки и пригороды выделились. На них вот эта формула, которую я вам описывал, не работает. То есть, видите, пригороды 219 стоят продукции, акведук 250. На них не влияет ни количество этих районов в игре, ни количество технологий, которые, или цивиков, которые вы открыли, на них влияет некий прогресс игры. Непонятно пока конкретно, что это такое, но, видимо, это либо ход, либо год. То есть, вы на это никак повлиять не можете в данном случае. Просто идет какой-то прогресс, какое-то развитие цивилизации. Я думаю, что это все-таки хода, ходы. Ну, так постепенно количество производства увеличивается, необходимое на постройку пригородов или акведуков. Но, на самом деле, это не так сильно влияет, вот, как та формула на другие районы. Так что я не думаю, что важно на это обращать внимание. При постановке районов вы можете получать разные бонусы, если их правильно разместите. Вот, например, на примере театрального района. Когда вы выбираете какой-то район размещать, вы видите, что на клетках появляются плюсики. Там плюс 2, плюс 1. Чтобы понять, что это дает, вы просто наведите на этот плюс. И вот в данном случае написано, что на этой клетке я получу плюс 3 культуры вход. Потому что у меня рядом 2 чуда. Вот они, 2 чуда, висячие сады и Биг Бен. И плюс 1 культура от соседних районов. Вот эти 2 района. Вот сейчас вы на экране видите таблицу. Уже люди ее нарисовали, а я для вас перевел. Потому что нарисовало англоязычное сообщество. Все это, кстати, вы можете увидеть у меня на сайте. Скачать, использовать. Я специально под этот обзор сделал страницу про районы. Там все расписал, таблицы поместил, прочее, прочее. Там все понятно разъяснено. И там же находится эта таблица. Собственно, показаны все бонусы за соседство с чем-то. Каждый район, в зависимости от расположения, может получить вот эти бонусы соседства. Вообще, практически любой район получает 0,5 за соседство с любым другим районом. Поэтому вот здесь у меня 1. Видите, у меня 2. Тут коммерческий район и промышленный. Поэтому я тут получаю плюс 1. Получает бонус за соседство. А театральный получает плюс 1 за каждую рядом находящуюся чудо. И так можно про каждый район сказать. Религиозный получает плюс 2 за каждое чудо природы рядом. И плюс 1 за каждую гору. Еще, по-моему, 0,5 за лес. Здесь промышленный район получает, по-моему, по 1 за каждую шахту и каменоломню. То есть, таким образом вы... На самом деле, это все очень быстро запоминается. Еще раз обращаю ваше внимание вот на ту схему, которую я вам показывал. Лучше ее открыть. Вы пару раз на нее посмотрите, подержите перед глазами. И все быстро, понятно становится. И, в принципе, даже логично. Промышленный район рядом с шахтами и каменоломнями. Коммерческий район на реке. И желательно еще можно рядом с гаванью. Религиозный и научный район рядом с горою. Кроме того, научный получает еще рядом с тропиками. Ну, это похоже и на, кстати, на пятую циву, где джунгли давали науку после открытия, после строительства университета. То есть, я не хочу вот в эти подробности вдаваться. На схеме все очень четко нарисовано. Я вам просто показал вот на примере театрального района, как это... Можно понять вот эти вот бонусы, да? Плюс от этого есть еще всякие социальные политики, которые увеличивают бонусы от этого соседства. То есть, их тоже можно использовать периодически. Только важно понять, вот тут есть 100% от кампуса индустриальной зоны. Вот как раз плюс 100% от соседства, от бонусов соседства у кампуса индустриальной зоны. Если у вас там индустриальная зона плюс 3 получает, то, взяв эту политику, она будет получать плюс 6 производства. Но важно еще понимать, что есть бонусы, которые дают плюс просто к этому району определенный. То есть, это надо различать и смотреть, что у вас больше, бонусов соседства или бонусов от этого района. Еще хочу сказать о влиянии районов на внутренние и внешние торговые пути. Торговые пути мне в разные города дают разное количество еды и разное количество производства. В начале, если вы вот в самом начале построите второй город и пустите или в столицу, или из столицы, то вы получите всего лишь одно производство и одну еду. Как же оно увеличивается вот это? На самом деле не от роста города, не от количества еды и производства, которое здесь вы добываете, а именно от районов. Каждый район дает что-то торговому пути. Святое место и кампус добавляют по одной еде. То есть, построив святое место и кампус, если вы будете отправлять в этот город караван, то вы будете получать уже 3 еды, а не одну еду. Военный лагерь, гавань, центр коммерции, промышленная зона дает производство. То есть, вот это все построив, вы, например, сможете 4 производства получать. Ну, в общем, я не буду описывать конкретно каждый район. Опять же, прошу, зайдите на страницу на моем сайте и в таблице это все посмотрите. Для международных торговых путей районы добавляют то, на что они ориентированы. То есть, святое место будет давать плюс одну веру. И кампус будет давать науку. И, соответственно, вот когда вы пытаетесь куда-нибудь за рубеж отправить караван, вы можете увидеть, видите, тут 5 производства и 2 веры. Соответственно, понятно, что тут построено святое место. Вы просто имейте в виду, не путайте еще с бонусами от всяких политик, потому что вы можете взять политику, где будут давать и веру, и больше золота от всяких торговых путей. Смотрите на чистые торговые пути. Вот в Медине, видите, построен район. Ну, в принципе, при наведении на торговый путь все понятно, и таким образом вы можете выяснять, какие районы там построены. Вот в Медине есть кампус и святое место. Плюс 5 продукции, это у меня принята политика правительства, которое мне добавляет плюс 5, видите, продукции и плюс 10 золота от иностранных торговых путей. Так что, если вы хотите еще каким-то образом так вот влиять на торговые пути, то в этом плане районы тоже хороши. Ну, и давайте в итоге пройдемся по самим районам. Я, опять же, не буду прям конкретно описывать, кто что дает, просто несколько своих соображений. Вот, например, я думал до этого, что город на море или рядом с морем, он тем хорош, что я смогу и гавань построить, и коммерческий район, и получить сразу два торговых пути. Но тут желание разбивается о действительность, потому что все-таки каждый район требует жителя, жителей. Три жителя, чтобы построить и гавань, и коммерческий район, надо 6 жителей. Я считаю, что все-таки лучше брать гавань, чем коммерческий район, если у вас есть такой выбор, в принципе. Потому что коммерческий район дает только золото, только золото. Вы там строите здание чисто на золото. Все золото, золото, ну и очки великого торговца, соответственно. А гавань дает не только золото, но и еду, и производство. Вот давайте откроем, посмотрим, что у нас в гавань. Я, по-моему, уже все построил. Тогда, кстати, можно вот открыть здесь, кто не видел, детали города. Вот средняя кнопочка, и тут конкретно написано, что дает каждый район, и здание в нем построено. Вот видите, здесь что хорошо, у меня и коммерческий район, и гавань построены. Вот коммерческий район у меня дает чисто золото. А гавань, еда и золото, три производства от пристани, и плюс две еды, плюс два золота от порта. Плюс тут еще дается, он, естественно, дает на строительство кораблей, там всякие бонусы, опыт им, но это не важно. Поэтому мне кажется, что гавань в данном случае лучше, выбирая между центром коммерции и гаванью. Первые районы, которые вы откроете, это будут, скорее всего, святое место и кампус, они вот самые близкие тут. Ну, на самом деле, вы вначале можете сразу два района и построить, и святое место, и кампус. Но дело в том, что святое место дает очки великого пророка, а великий пророк вам нужен только один. Если у вас есть возможность получить религию каким-то другим образом, то можно повременить со святым местом. Построить, например, там Стоунхенш рядом с камнем и взять религию. Поэтому кампус, наука тут всегда важна, и вообще, как и в пятой цивилизации, все-таки, пожалуй, наука в плане развития тут важнее всего. Потому что она открывает юниты, что самое главное, открывает юниты, открывает производство. По-моему, все равно наука тут осталась важнее, чем культура, они их не уравняли. Поэтому я бы все-таки советовал кампус, но, еще раз повторю, в зависимости от вашего стиля игры. Это не руководство по тому, что лучше, что хуже. Это просто пока у меня гайд, объяснение тех вещей, которые вы, может, просто не знаете. Вот я для вас их исследовал и рассказываю. Военный лагерь нужен не только для защиты. Кстати, имейте в виду, что он, как и город, стреляет по врагу только в том случае, если в городе построены стены. Если вы просто построите лагерь, а в городе нету стен, то ни он, ни город по врагу стрелять не сможет. Так вот, не только для защиты. Во-первых, он дает продукцию тоже. Пока не открытый мастерский и промышленный район, как вариант увеличить продукцию, возможно, построить и район. Если у вас там совсем грустно с холмами. К тому же он позволяет строить юниты в любом случае, если у вас проблемы с ресурсами. Каждые юниты, которые требуют ресурсы. Например, мушкетеры требуют селитру, мечники требуют железо. Так вот, без военного лагеря юниты, требующие ресурсы, вы можете построить только если у этих ресурсов у вас два. Вот вы два ресурса обработали. Только тогда без военного лагеря. А с военным лагерем, даже если у вас один ресурс есть, вы сможете строить. Ну, а если у вас ресурсов нет вообще, то вы, конечно, эти юниты строить не сможете. Кроме того, наличие военного лагеря ускоряет производство юнитов в принципе. Так что, ну, для войны, если вы хотите воевать, если вы реально решили через военную победу играть, ну, и вообще, в принципе, завоевать соседа, то все-таки военные лагеря необходимы. Есть два района, которые действуют не только на свой город, но и в радиусе определенном. Это центр развлечений, развлекательный комплекс и промышленная зона. Но я сказал неправильно, не они сами действуют, а здания в них. То есть есть четыре здания, которые действуют в радиусе. Два в промышленной зоне, это, извините, не промышленную зону, показываю, вот промышленная зона. Это фабрика и электростанция. И два здания в развлекательной зоне, это зоопарк и стадион. Они действуют на центры городов в шести клетках, в радиусе шести клеток. То есть вот эта промышленная зона, где построена фабрика и электростанция, действует и на этот город, и на этот, и на этот. И это можно увидеть, вот открыв сам город и навести мышку на производство. Видите, вот здесь написано сколько от зданий, и написано 9 от фабрики и 12 от электростанции. Хотя на самом деле сами электростанции, вот если я открою, фабрика дает три производства, а электростанции четыре, построенные в этом городе. Но так как на этот город действует три промышленных зоны, ну, своя промышленная зона и две промышленных зоны в других городах, то я получаю 12 от электростанции и 9 от фабрики. Но еще заодно замечу, видите, тут и два производства от оружейной, одно производство от бараков. То есть сюда действует и лагерь военный, дает тоже определенное производство. То же самое касается и развлекательного комплекса. Он дает счастье на города, которые вокруг него находятся. Но тут, к сожалению, я не смогу вам показать никак. От развлечений 11, то есть вот от развлечений 11, но то, что действуют развлекательные зоны из других городов, я вам это показать никак не могу. Нету здесь вот такой формы, но они действуют. Это имейте в виду, это важно при размещении развлекательных комплексов и промышленных зон. Старайтесь так сделать, чтобы в их радиус, в радиус шести клеток попали как можно больше городов. И еще важно, они действуют на центры городов. Поймите, не на районы городов, не на другую промышленную зону, а только на центры. Вам важно посчитать, чтобы вот от этой промышленной зоны в шести клетках было как можно больше центров. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Вообще тут раз, два, три. Ну, до Спарта не добивает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, уже семь, восемь. Не добивает. До Мемфиса, наверное, тоже. Раз, два, три, четыре, пять. Да, не добивает. Ну, исходя из того, чтобы именно центры городов входили в этот радиус. Ну и еще восстановлюсь на великих людях в плане генерации их районами. Понятно, что каждый район генерирует своего великого человека. Очки великого человека. Генерала, очки великого генерала генерирует военный лагерь, великого адмирала – гавань, великого инженера – промышленный район, пророка. Не, ну, здесь великий торговец должен быть, великого торговца – коммерческий район, пророка – святое место, великого ученого – кампус, писателя, артиста и музыканта генерирует театральная площадь. Ну и еще, правда, для России повезло, еще и Лавра генерирует очки вот этих великих людей. Поисследовав, посмотрев, специалисты все-таки в шестой цели очки великих людей не генерируют. То есть вот посадив специалиста, например, в промышленную зону, вы очки великого инженера получать не будете. Посадив в коммерческую зону, очки великого торговца получать не будете. Генерируют еще плюс к этому здания. То есть, например, в кампусе каждое здание добавляет по одному очку великого ученого. Библиотека плюс одно очко великого ученого в ход, университет плюс одно очко великого ученого в ход и так далее. И еще один вариант, собственно, провести проект. Вот в самом низу у города есть возможность проведения проектов. И вот эти проекты, например, вам нужно быстрее великого ученого получить. Значит, вы научные гранты в кампусе проводите. Вы получите и науку, и очки великого ученого. Тут я пока затрудняю сказать конкретно, сколько получать, но довольно много. Так что вот рекомендую этим заниматься. Но как специалисты нет. Это специалисты тут как-то вообще обделенные стали. Всего только продукцию вот от этого района. Ну, на этом все. Я думаю, теперь вам более понятно стало, что с районами делать. Правда ведь? Еще раз повторю, если нет, то еще сходите на страницу на моем сайте про районы. Я там специально вам подготовил, сидел вот неделю и таблицы делал. Красиво, чтобы все было. И схемы переводил по-другому. И разбирался со стоимостью увеличения районов. Там все будет. Ну, а на этом все. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен. И это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.